Девушки отдыхают Это, конечно, мерило совершенно не годящийся для нас Почему? Потому что если мы хотим действительно усвоить искру из этого огня Тогда нам надо мериться только на самые высокие дела Много скажет, что мы же не способны, мы слабы У каждого есть свои семейные обстоятельства, болезни, черты, характер Бог может из самого неспособного сделать способным Только надо желать Только чтобы воля к этому была И все Более того, из самых, может быть, негодных Могут быть наиболее годные Чтобы люди не думали, что только одых Как апостол Павел говорит Посмотреть, много ли у вас призумок каких-то Премудрых и разумных Только немощное избрал Может быть, мы с вами здесь можем считаться По официальному признанию Премудрым и разумным Потому что у нас есть там дипломы какие-то, корочки Но, в сущности, много ли они, значит Понимаете, человек, который считает себя православным Приходит в храм Среди чужих людей Уходит домой И остается один среди чужих людей Он живет в церкви на несколько процентов всего И не потому мы знаем друг друга И вместе как-то живем Что это наша прихоть Или что это моя выдумка Или ваше желание скрасить Может быть, кому-то одиночество Кому-то что-то еще Это изначальный замысел Где двое или трое Собранный военных майор Значит, наша сила в этом И это надо сохранить Прочно Сохранить внутреннее единство мир злой Потому что на этом стоит также церковь Сколь добро и сколько росло И вы братья ему жить в купе И если вы проследите историю церкви В тот момент, когда в ней действовали Непосредственные ученики Христова Вы увидите, что она строилась Ни на колоколах Ни на колокольнях Ни на иконах Ни на пышных храмах Ни на ворочных алдарях Ни на блестящих облачениях Ни на премудром богословии Она строилась на общении людей В вере, молитве И взаимной помощи Почему мы должны постоянно обращаться К истокам церкви Потому что каждый человек Он как бы очищается Возвращаясь к истокам своей душевной жизни Своего рождения Своего детства Или к истокам своего духовного детства Когда он сделал первые шаги По духовному пути Мы как бы всегда на это ориентируемся Мы выправляем по этому свой путь И мы свой путь христианский церковь Выправляем по Ивану История церкви Исключительно мемокролическая наука Она изображает в основном грехи людей История церкви По фактам Преимущественна история От падения людей от Христа Измены ему на уровне слов и дел Часто история церкви Это история искусства История культуры История философии История войн История конфликтов Инакомыслящих Гонений и так далее И найти Историю Христиан Подлинную историю церкви С большой буквы Это искусство Искусство непростое Потому что во всем этом Ну это можно сравнить с большой рекой Которая после наводнения Или какой-то катастрофы Несет мусор, трупы, бревна И вот где же там чистая вода Где-то там идет этот самый поток Поэтому мы всегда должны Ориентироваться На изначальное Евангельское, апостольское христианство Так учили нас отцы церкви Отцы церкви И являются основателем Основой Церкви Как структуры И у них было Два ориентира Первый Они всегда оборачивались На апостолов Всегда Второй Они всегда были Открыты к миру Проблемы Которые волновали мир Волновали и их Социальные Культурные Даже политические Проблемы Очень их затрагивали Некоторые люди Ориентируясь на отцов Думают, что надо вернуться В расподражание Но надо вернуться Не на Имитации А В духе Их Когда мне Какой-нибудь Псевдо Православный Ортодокс Говорит Что вы читаете Светскую литературу Вот Но читать Суды Отцов Обычно Эти персонажи Святых отцов Не читают Если бы они читали Тогда бы они знали Скажем хотя бы Книгу Святого Василия Великого Одного из величайших Наших отцов Именно Который носит Литургия Специальная книга Написана О пользе Для юношества В чтении Языческих сочинений Языческих Авторов Значит Василий Великый Думал и так А они Ссылаясь на святых отцов Думают совершенно иначе Этим прикрывается Не только косность мысли И что-то другое Этим прикрывается язычество Глубоко живущее в крови Каждого из нас Язычество в нас живет Язычество есть Естественная религия Язычество есть Порождение человеческой психики Это есть стремление Человеку установить Какие-то связи С таинственными силами Которые существуют И каждый из нас Язычник В трудные минуты Мы всегда готовы Загадывать Болхвовать Если бы В соседней куме Находился Хироман Который точно Предсказывает будущее Все бы мы Либо пошли Либо Не пошли только из стыда Но хотели бы Пойти И знать Правда И В общем Язычник Он заключает сделки С таинственными силами Он находится в мире Который ему непонятен Он хочет им как-то управлять И в нас Где-то глубоко В душе Вот это живет Мы перед лицом Неведомого Страшный мир Помните как у Блох Страшный мир Христианин это разрывает Потому что он с доверием идет И для него не существует Страшный мир Это то что у него под ногами Язычник в нас сидит Он сидит потому что В каждом из нас Находится 40 тысяч лет Язычества И жалких 2000 лет Христианцев Оно Не только с трудом Проникает в толщу народа Оно проникает С трудом В наше сознание И язычество Нам всегда легче Естественная религиозность Всегда легче Она Свойственна людям И часто То что люди Выдают за православие Или за другой Христианство Есть просто Естественная религиозность Которая Является Свою роду Опиум Народа Она Работает Как Вид Такой Анестезии Духовной Является Типом Приспособления Человек К окружающей среде И Тогда Над всем этим Миром Можно поставить Лозунг У двери Туда Блажен кто верует Тепло Ему на свете И масса людей Которым холодно На свете Стремятся В это тепло И представляют Себе христианство В виде Ну если не бани Такой Но По крайней мере Какого-то Исключительно Теплого Места Вроде Лежанки Ему Нужно Согреться Да Это все Не так Даже Даже если бы Я был Мусульманин И пришел К вам Просто изучив Ваши христианские книги Со стороны Я сказал Что Господа Это не так Ваша религия В этом совершенно Не заключается Бог ваш Огонь Поедающий А не печка Теплая И он Вас зовет В место Где дуют Все холодные Ветры Так что Ничего подобного Нет Вы приспособили Вы адаптировали Своим Потребностям Человеческим Какое-то Совершенно Иное Учение Вы сделали Обычной Народной Религией Вы расставите С психологией Человек Народа Народная Это не значит Что она там Христианская Или рабочая Она Вырастает Вот в человечестве Проблема Вообще Язычества Христианства Она очень Слажна Я почему Сделал Такое Супрение Потому что Я хотел бы Чтобы вы Хотя бы В малой степени Общаясь Нашли бы В себе Силы Двигаться К Истинному Христианству Есть такое Слово Есть даже Такая книга У святителя Тихона Задонского Есть такая Книга Об истинном Христианстве А до него Протестантский Писатель Йоган Арнт Тоже написал Книгу Очень Да Популярную В России Потом И во всех Странах Она тоже Об истинном Христианстве Значит Христианство Может быть Истинное И в что-то Псевдо Псевдо Всегда Удобнее Всегда Нас Больше Устраивает И поэтому В религиозной Жизни Наших Современников Очень часто Господствует Церковная Нечестность Когда человек Предпочитает То что ему Удобно Спокойно И хорошо То что его Оправдывает То что ему Нравится Совсем Не к этому Привел Нас Господь Который Сказал Что Врата Тесны И Будь Узок Еще И еще Раз Можно Донять Что Этот Дух Это не тепло А это Огонь Это огонь Если мы будем В этом огне Жить Сокровенно Сокровенно Мы тогда Сможем Идти По холодным Местам И не замерз Христианство Похоже Не на печку А на Какой нибудь Ядерный Реактор В котором Внутри Происходят Непостижимые Для человека Процессы Которые Как бы Стимулируют Огромные Ступени Зависящие От этого Ядра Ну вот Значит Вот такая Цель Найти в себе Истинное Христианство Я подчеркиваю Найти в себе Потому что Я был бы очень огорчен Если бы Вы подумали Ага Он говорит Мы истинные Христиане А эти Они Не истинные И сразу Линия между Овцами И козлищами Пролегла бы Таким образом Что на стороне Вецоказались Бумы А на стороне Козлищ Все те Кто нам Не угодит Я нарушу Подчеркнул Что язычник Живет в нас Истинное Христианство Нужно найти В себе Вот так Честность Беспощадностью В себе Прежде всего Вместе Находя То Чего от нас Хочет Господь В конце концов Что он Такое Принес Что мы Должны сделать На земле За эту короткую Жизнь Больше Достаточно И вот Стремясь К этому Мы В конце концов Найдем Именно Истинный Путь И Будем От себя Отметать И честно Себе Говорить Что это В тебе Говорит Другое Совсем Это работает Как механизм Компенсации Самооправдание Вот я помню Одного человека Который Крестился Ну Незадолго До того Как я с ним Познакомился Он был Фанатик Страш Нетерпимый Тип Вот он был Нетерпимым Коммунистом Потом Фашистом Ну что такое Он менял Очень много Разных Нетерпимостей И вот он Пришел Я вижу Что У него Пена Возникает Когда он Говорит О Неговославных Об это Иисх Он Он Не был Честен По отношению К себе И Он Не заметил По существу Что он Свой Нелепый Фанатизм Который Крылся Конечно В его Характере В его Эмоциональной Структуре Вероятно Физиологическом Чем Вот Вместо того Чтобы понять В себе Это как Порок С которым Надо бороться Он поставил В нем Крестик Или вернее Православный Крест Осьмеконечный И Заржал Тем же Самым Голосом Только Другой Текст Но Тонация Это была Тоже Самая Вот Но это Такой Очень Яркий Случай А Мы Все Этим Как Так Значит Страдаем И Как бы Перекрываем Свою Естественную И Перекрываем Путь Для Источника Подлинного Который Должен Нас Бить Вот Цель Вот Это Цель Наша Ваша Совместные Молитвы Общение Понимание Молитвы Продолжение следует...